Добрый день! На днях мне приехала пара коробочек от компании Sengso, новенькие такие пинтаэдры. И сегодня я расскажу про версию трехслойной. Модель из двух слоев оказалась поинтереснее, о ней поговорим в другой раз. Три слоя. Five Axis Through Layers Coupe. Пять осей, три слоя, куб. Картинки, картинки, техническая информация, пинтаэдр, изображение, еще раз название. Такие вот, ну не очень звучные названия, но зато характеризуют сразу. Открываем. И достаем вот такую вот головоломку. Здесь есть инструкция, наверное. Я ее еще не открывал, хотя пинтаэдр уже, конечно, собрал. И здесь что-то вот рассказывают, показывают. Алгоритм, как переставить три угла в одну сторону, в другую. Ну, наверное, интересно. Я собираю пинтаэдры по-своему. Возможно, кто-то так делает еще. Но у меня способ свой. Почему я говорю пинтаэдры? Да потому что компания MF8, содрожит из компании Dayan, выпускала целую серию пинтаэдров. И из них вот базовая модель. Это как раз трехслойный пинтаэдр, аналогом которого является и новая головоломка от Sengso. Только серия, она crazy. И здесь, или здесь. Там дополнительные центральные элементы, которые делают головоломку в разы сложнее. Здесь же самый простой вариант. И мы сегодня сравним MF8 Dayan с Sengso. Сам по себе форм-фактор интересный. Это пятигранник, выпуклый треугольник на верхней и нижней гранях. Здесь такая слегка выпуклая, сама по себе, бочкообразная форма. И вращается еще вот так. Слои и боковые стороны. Причем это скорее кубоиды. Так как после этого вращать по горизонтали не получится. То есть движение по вертикали только на 180 градусов. А по горизонтали получается на 120. Так как здесь треугольник. Чем отличается версия Sengso от MF8 и Dayan? Во-первых, это расцветка. У MF8 с Dayan фиолетовый и желтый. Это торцевые грани. Здесь же белый и желтый. Более нам привычная расцветка. По бокам красный, зеленый, синий. Так как грани 5, то один цвет лишний. Его здесь быть не должно. И Sengso выбрали, что отсутствует должен оранжевый. На MF8 и Dayan оранжевый есть. Появился дополнительный фиолетовый. Но нет красного и нет зеленого. С цветами понятно. А теперь с механизмом. Мы видим на версии от MF8 центр. У Sengso центра нет. Ну, с двух сторон, естественно. И это все отличие, какое есть именно в механизме. Ну и, конечно, модель от Sengso вращается гораздо лучше. Хотя и Dayan'овская MF8 тоже удовлетворительно вращается. Ну, по крайней мере, версия без крэйзи элементов. Ну и размеры грани здесь сильно отличаются от Sengso сильно меньше. Я вот достал двухслойную. Тут уже размеры более-менее сопоставимы. Ну, потом вернемся. Три слоя. Кстати, пластик здесь матовый. Здесь глянцевый. Тиснение MF8 Dayan. Ну, а здесь логотипчиков нет. Но зато доступны болтики для регулировки. Но она здесь не требуется. Давайте перемешивать. Форму лонг не меняет. Собирается легко. И она является базовой для крэйзи пинтаэдров. Я специально долгое время искал базовую модель от MF8 и Dayan. Но все время надеялся, что кто-то сделает уже современные модели. Ну, Sengso начали. Если помнить, то целая серия крэйзи кубов. Это 2х2, 3х3, 4х4, Megaminx и Magic Tower от Sengso уже были. Быть может, дойдет дело и до пинтаэдров. Было бы интересно. А интересно еще и то, что уголомки не повторяются точь-в-точь. Какие-то отличия, но есть. Те же центры. Если на пинтаэдре от MF8 всегда понятно, где какая грань должна находиться. И мы ориентируясь на этот центр, сразу расставляли здесь ребра, а потом уже углы. То у версии от Sengso придется сначала подумать. Ну, для начала соберем средний слой интуитивными движениями. Без заморочек. Средний слой готов. А после этого мы уже посмотрим на уголок. Вот, белый, зеленый, красный угол. Он со средним слоем не совпадает, хотя цвета те, что надо. Зеленый, зеленый, красный, красный. Но поскольку они стоят не в том порядке, значит с этой стороны должна быть грань не белая. Ну, а очевидно желтая. Желтый уголок есть, и мы видим, что все здесь совпадает. Проверяем по углу, так как ребра двухцветные, и они в любом случае будут рады совпадать со средним слоем. Что на этой грани, что на этой. Раз здесь грань желтая, значит сюда нужно поставить желтые ребра. Красная стоит, значит рядом с ним вот сюда нужно поставить синее. Можно делать это, отвести в сторону, опустить, вставить ребро и поднять. Ну и на оставшееся место поставить еще одно желтое, какое осталось на нижнем слое. Опускаем, подставляем, возвращаем. Если бы мы собрали ребра на одном слое, то на втором они будут собраны автоматически. Остается только довернуть, и все становится хорошо. Ну и в конце остается переставить уголки. Я для этого использую кубоидный пиф-паф. Он также используется на кубоиде 3х3х2. И перемещает угол отсюда сюда. Но при этом разворачивается средний слой, поэтому его придется делать дважды. К примеру, если мы вот этот уголок сюда поставим, он встанет на свое место. Делаем кубоидный пиф-паф. R2 U, R2 U' R2. Уголок встал хорошо, но нам нужно пиф-паф сделать обратно, чтобы восстановился средний слой. Подворачиваем какой-то несобранный уголок и делаем пиф-паф еще раз. Точно такой же. И у нас один угол стоит на месте, остальные нужно еще собрать. Здесь желто-синий-зеленый. Ему место вот здесь. Делаем то же самое. Пиф-паф. Подгоняем несобранный. Делаем пиф-паф еще один. Главное не вращать верхнюю грань между пиф-пафами. Нижнюю можно. Когда внизу остается один уголок, мы перехватываем, чтобы эта грань стала верхней. И собираем уже до конца. Белый-синий-красный. Должен встать сюда. Делаем пиф-паф. Подворачиваем несобранный. И еще один пиф-паф. И все. Пинтайдер собран. Никакие хитрые алгоритмы здесь не нужны. Модель базовая. Отсутствие центров заставляет лишь определить, где какая грань должна по углу, а потом уже собирать ребра. На версии Atom F8 Dayan центры уже есть, и они подсказывают, где это быть должно. На трехслойном пинтайдере со средним слоем невозможны ситуации, когда три ребра здесь собраны, а на второй они будут не собраны. Невозможна перестановка двух углов. Всегда в конце должно оставаться три несобранных угла. Но все это возможно на двухслойной версии. И там будет веселее. В итоге, это базовая, несложная головонка, которую можно порекомендовать всем, у кого до этого пинтайдеров не было. Если у вас был пинтайдер базовый от MF8 Dayan, то здесь нового функционала особо не будет. А так, головонка неплохая, стоит не так уж и дорого, качество приятное и достойное. Если такого форм-фактора у вас еще нет, то вполне можно приобрести. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.